Шагом государственной встречи это было постановление Верховной Рады Украины про заяву Верховной Рады Украины щедо гарантии крымско-питарского народа в складе украинской державы. Тут очень сейчас как-то в сторону ушли от реализации почему-то этого постановления, хотя, в общем-то, оно инициировалось Порошенко, насколько я помню. И, значит, одним из пунктов постановы Верховной Рады было поручить Кабинету министров разработать нормативно-правовые акты. Тогда уже шел процесс переселения вынужденных переселенцев. У нас очень много было крымчан. Он, в общем-то, координирующим органом в этой сфере является на сегодняшний день, собственно говоря, Министерство социальной политики. Что касается крымских татар, Министерство социальной политики до 2015 года, то есть она как бы еще продолжает действовать, есть программа расселения обустройства. С государственного бюджета Украины на эту программу расселения обустройства были выделены деньги, но она работала в тех условиях до аннексии Крыма. Но что касается после аннексии Крыма, нужно было внести в эту программу какие-то изменения. То есть это чисто такие подзаконные нормативные акты. Значит, этого не сделано было и не делается по сегодняшний день. То есть можно было все, есть постановления, есть различные поручения кабинета министров. Но это получается так. С одного кабинета с одного министерства до другого кабинета другого министерства. Что касается распороженности функций министерств, то вопросы переселенцев, значит, находится в Министерстве социальной политики, да, можно как бы их спросить, направить запросы. Что касается вопроса коренного народа, то они относятся плюс к тому министерству культуры, ну и так далее. То есть нет единого какого-то звена, нет целостности. Поэтому нет никаких ни программ, ни реализации. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, в общем-то, по большому счету. Продолжение следует...